В эфире программа подробностей и комментариев по декларационной кампании. В этом году мы попросили дать заместителя и руководителя управления Федеральной налоговой службы Паризанской области Алексея Васильевича Лощенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про такую форму налога 3НДФЛ. Ну, действительно, в этом году мы проводим традиционную декларационную кампанию. В чем смысл и в чем задача проведения декларационной кампании? Физические лица, которые получили налогооблагаемые доходы от различных видов деятельности, по которым не был удержан налог на доходы физических лиц, должны представлять налоговую декларацию по форме 3НДФЛ в налоговую инспекцию и, соответственно, самостоятельно исчислять и уплачивать налог на доходы физических лиц. Ну, сразу о каких доходах идет речь? Конечно, это те доходы, по которым не был уплачен НДФЛ налоговыми агентами. Какие-то доходы? Ну, например, доходы, полученные в связи с отчуждением объектов недвижимого имущества, периодом владения менее трех лет у физического лица. Ну, скажем, продаешь квартиру, земельный участок, автотранспортные средства и так далее. Доходы получены от аренды объектов недвижимого имущества, которые принадлежат физическим лицам. Скажем, от аренды квартиры, от передачи в аренду земельного участка, земельных долей в землях сельхозназначения. Доходы получены от продажи долей в уставном капитале, хозяйственных товарищей, общества, общества с ограниченной ответственностью. Доходы получены от налоговых агентов, по которым не был удержан налог на доходы физических лиц. Доходы от предпринимательской деятельности, предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения дохода, главкрестьянских и фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы. Ну, и традиционные группы декларантов, которые уже привыкли сдавать декларации по форме 3НДФЛ. Ну, вот об этом кластере доходов физических лиц идет речь. Соответственно, если вы получали такие доходы в прошлом, в 2015 году, по которым не был удержан налог на доходы физических лиц, то необходимо представить соответствующую налоговую декларацию по форме 3НДФЛ в налоговую инспекцию. Расскажите, каков размер этого налога? Допустим, я получила такую прибыль, сколько я должна заплатить, как я должна узнать об этом налоге, посылайте ли вы уведомление, или я сама должна подать? Да, дело в том, что традиционная ставка этого налога, она определяется налоговым кодексом Российской Федерации, и, как правило, она ничем не отличается от ставки НДФЛ, которую удерживает у вас налоговый агент при выплате заработной платы, соответственно, это 13%. Но есть ряд исключений из этих правил. С этими исключениями по ставке налога можно ознакомиться, соответственно, на нашем официальном сайте налог.ру. Например, начиная с 2015 года изменилась ставка налога на доходы физических лиц, которая уплачивается по доходам, полученным от реализации долей в уставном капитале в общей сограниченной ответственности или по дивидендам. Соответственно, раньше была ставка 9%, теперь ставка 13% по доходам, полученным в 2015 году. По поводу того, у кого возникает обязанность по представлению соответствующей налоговой декларации, мы совершенно правильно отметили, мы не направляем налоговые уведомления в этой ситуации. Налоговые уведомления налоговая инспекция направляет по имущественным налогам физических лиц пока. Получить информацию о том, у кого есть обязанность по представлению соответствующей налоговой декларации в налоговой инспекции по форме 3НДФЛ, Можно, ознакомившись с налоговым кодексом или с информацией в виде памятки, которая размещена в нашем официальном сайте налог.ру, раздел для физических лиц. Там наиболее характерные случаи, по которым физические лица, получив налогооблагаемые доходы, должны отчитаться в налоговую инспекцию и представить декларацию по форме 3НДФЛ, также представлены. Но если возникает сомнение у получателя дохода, есть ли обязанность, предусмотренная законодательством, представлять соответствующую налоговую декларацию, потому что в кодексе есть и исключение. В налоговом кодексе есть и исключение, когда физическое лицо получило доходы, но по ним не нужно уплачивать НДФЛ, скажем, при продаже объектов недвижимости, периодом владения более трех лет. Если возникает сомнение или есть необходимость разъяснить, есть ли в той или иной ситуации обязанность представлять форму 3НДФЛ в налоговую инспекцию, необходимо по этому вопросу обращаться непосредственно в налоговые органы, либо представив соответствующее обращение в форме интернета документа через наш сайт, либо уже по почте, либо непосредственно путем личного обращения в налоговую инспекцию. То есть все издержки сокращены, да? То есть не обязательно никуда идти, можно открыть интернет, написать какое-то заявление и... Ну, конечно, конечно, да. Ну, во-первых, потенциальный такой список пул декларантов, он уже формируется достаточно длительный период времени, и у нас физические лица, в общем-то, привыкли к налогообложению доходов, по которым не был удержан НДФЛ, но разве что есть определенные сложности у нас с доходами, получим от аренды квартир. Соответственно, мы настоятельно рекомендуем эти доходы легализовывать, не дожидаясь, когда к вам позвонит налоговый инспектор. Ну и главное, в этом году ФНС России постаралась реализовать максимально большой спектр электронных услуг для того, чтобы физические лица лично не обращались в налоговую инспекцию для сдачи такой декларации. Ну, достаточно сказать, это одно из таких характерных изменений по сравнению с прошлым годом вот этой декларационной кампании, что в этом году можно официально сдать налоговую декларацию по форме Триндфл, используя личный кабинет налогоплательщика физического лица. Значит, в личном кабинете есть возможность сгенерировать неусиленную электронную подпись, это совершенно бесплатная возможность, ее предоставляет ФНС России, и подписать налоговую декларацию по форме Триндфл неусиленной электронной подписью, и направить ее с личного кабинета, соответственно, в вашу налоговую инспекцию по месту жительства. Более того, в личном же кабинете есть возможность посмотреть ход камеральной проверки этой налоговой декларации. Поэтому сегодня, конечно, прежде чем обращаться в налоговую инспекцию, традиционные способы представления декларации тоже существуют, они весьма востребованы, это путем непосредственного обращения с подписанной декларацией в инспекцию по месту жительства. Целесообразно, конечно, первоначально посмотреть, какие возможности предоставляет интернет-ресурсов ФНС России. В личном кабинете я могу узнать о размере, правильно? В личном кабинете можете узнать о ходе проведения камеральной проверки вашей налоговой декларации. Соответственно, если камеральная проверка завершена, то вам нужно будет заплатить налог по ставке, повторяю, как правило, 13%, если нет исключения по иным источникам и видам доходов. И до 15 июля вы, соответственно, самостоятельно исполняете обязанность по уплате налога, исходя из тех платежных реквизитов, которые также представлены на нашем официальном сайте. То есть сначала представляете декларацию, мы с вами, кстати, упустили главный срок, до 4 мая нужно представить декларацию по форме 3НДФЛ. И до 15 июля, соответственно, текущего года заплатить налог. Если я не предоставлю декларацию до 4 мая, какие санкции будут приняты в отношении меня? Да, они тоже традиционны, предусмотрены налоговым законодательством. Это штраф в размере не менее 1 тысячи рублей и 5% от величины дохода подлежащего плате по этой декларации за каждый просроченный месяц и не более 30% от общей суммы дохода. Так, здесь все понятно, давайте вернемся к нашей истории. Я узнала, что мне нужно оплатить, какими способами я могу заплатить налог? В прошлом году и в предшествующие периоды мы направляли информационные письма-напоминания. То есть вы имеете налогооблагаемые доходы, к вам приходит информационное сообщение в виде почтовой корреспонденции от налоговой инспекции по месту жительства о том, что вам необходимо представить декларацию по форме 3НДФЛ. Вот в этом году мы этого делать не будем. Вопрос и в экономии почтовых расходов, но и главное, исполнять обязанности, которые предусмотрены налоговым кодексом, нужно всем. Соответственно, сегодня есть и информационные ресурсы, которые позволяют взаимодействовать с ФНС Россией интерактивно, бесконтактно. Поэтому мы решили не направлять информационные письма, но тем, кто не представит информацию своевременно после 4 мая текущего года, уже будут направлены требования, соответственно, со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями в виде налоговых санкций, требования уже прибыть на комиссии по легализации налоговой базы для того, чтобы уже в таком административно-фискальном режиме взаимодействовать с налоговыми инспекторами. Поэтому, конечно, нужно обратить внимание на то, что все исчерпывающие разъяснения по этому вопросу содержатся на нашем официальном сайте. До 4 мая исполнить свою обязанность. Какие изменения произошли в налоговложении данных доходов в этом году, расскажите. Да, я обращаю внимание на те поправки, которые были внесены в налоговый кодекс и вступили в силу они с 1 января 2016 года. Они касаются налогообложения доходов, полученных при отчуждении объектов недвижимого имущества. Речь идет о квартирах, земельных участках, комнатах и иных объектах капитального строительства. В чем суть этих изменений? Вступила в силу статья 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2016 года в новой редакции. И в кодексе установлено понятие предельный минимальный период владения объектом недвижимости для уплаты налога с доходов, полученных при реализации этого объекта. Ну и объясню более подробно. До 1 января 2016 года при отчуждении объекта недвижимости периодом владения менее 3 лет необходимо было уплачивать налог на доходы физических лиц. Теперь, соответственно, такой предельный минимальный период владения установлен в размере 5 лет. То есть, если вы владеете объектом, который был приобретен после 1 января 2016 года, вот это важно отметить, да, закон обратной силы не имеет, он не ухудшает положение налогоплательщика. Если вы приобрели объект недвижимости после 1 января 2016 года, соответственно, провладели этим объектом менее 5 лет и отчуждаете этот объект, то в этом случае необходимо будет заплатить налог на доходы, полученные при отчуждении такого объекта. Из этого правила законодатель сделал несколько исключений. Какие это исключения? Если вы провладели объектом от 3 до 5 лет, то вам не нужно представлять соответствующую декларацию, платить НДФЛ при условии, что вы объект приобрели по определенным сделкам. Ну, какие это сделки? Например, приобрели квартиру в режиме приватизации, это безвозмездные сделки. Или вы приобрели квартиру по договору дарения у близкого родственника. Или приобрели квартиру по договору ренты. Ну, вот об этих исключениях, соответственно, тоже указано в статье 217.1. Но по общему правилу, предельный минимальный период владения, при отчуждении, в течение которого объекта нужно будет заплатить НДФЛ, он меняется с 3 лет, соответственно, до 5 лет. Еще одно очень существенное изменение, направленное на легализацию, вывод из тени налогооблагаемых доходов при совершении таких сделок. В чем идет речь? Ну, раньше НДФЛ уплачивался с цены сделки, которые указаны непосредственно в договоре. То есть вы заключаете договор купли-продажи квартиры, указывается цену сделки, например, стороны могли указать цену в размере 1 миллиона рублей. И воспользоваться соответствующим имущественным вычетом налоговой доплаты практически не было никакого. Так вот, теперь, если цена сделки, совершенной после 1 января 2016 года, меньше 70% кадастровой стоимости квартиры на 1 января года, когда совершена такая сделка, то НДФЛ налоговиками будет исчисляться, исходя из 70% кадастровой стоимости квартиры. Вот это очень важное изменение, которое позволит легализовать тот кластер информации о налогооблагаемых доходах при отчуждении объектов недвижимости, который раньше, к сожалению, находился вне поля внимания налоговиков. Поскольку мы до 1 января 2016 года руководствуемся теми ценами, которые указаны сторонами в договорах купли-продажи объектов недвижимости, как правило. Ну, теперь законодатель подходит вот к этому вопросу на другом качественном уровне. Поэтому рекомендуем, конечно, указывать ту рыночную стоимость цены сделки, по которой реально совершается отчуждение объекта недвижимого имущества. Спасибо вам за беседу. Мы говорили о декларациях по форме 3 НДФЛ с заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы Паризанской области Алексеем Влащеновым. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин